За милостью Божьей и слава Господу, братья и сестры! Я читаю место, что еще написание, и несколько минут мы порассуждаем. Это книга Исход, 19 глава, 12 стих, такое место. 19 глава, книга Исход, 12 стих. И проведи для народа черту со всех сторон. И скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, претен будет смертью. Повеление Господне дано служителю, которого Господь уполномочил для важной миссии, для важного служения вывести народ из плена и ввести в покой. Важное поручение, ответственное поручение и нелегкое поручение. Нелегкое. Очень нелегко было ему, очень тяжело. И сколько раз уставал он и даже просил, Господи, душу мою забери. И ревновал за народ, говорит, если, Господи, их погубишь мое имя, изгладь, вычеркни из книги, в которые ты вписал. Конечно, я когда читаю эти места Священного Писания, думаю, нелегко было, очень тяжело. Но предстоять пред народом, и там написано, пред каким народом? Жестоковыйным. И предстоять пред Господом. И написано, каким Господом? Святым. И строго взыскующим. Я хотел бы, братья и сестры, в кратких словах сегодня, при окончании этого служения, только одно заметить, такое из этого прочитанного места Священного Писания. Господь поручает рабу Своему, черту проведи. Вокруг горы. Ни выше, ни ниже. А вот в том месте. Там, где нужно провести черту. Я думаю, это ж не вокруг церкви. Ну, вот сказали бы братьям, молодым братьям, а то там нарисуйте полоску вокруг церкви. Это ж не то, что кто-то положить. Черту провести? А где краски столько набрать? Или чем там черту проводили? Или мелом? Не знаю, чем они проведили черту. Но ту черту надо провести было так, чтобы все ее видели, эту черту. И в таком положении, когда с собой они щеток никаких не брали, не брали краски, а вот надо было черту провести. Это Господь сказал. И как-то они вышли из положения. Не знали, как они проводили эту черту, но провели черту. И были ответственные люди, которые должны провести были черту. Братья и сестры, черту провести, я не говорю там, сто метров. Они знают, сколько километров. Это вокруг горы. А гора это большая была. Это не малая гора. Большая гора. Ну, сказал бы Господь, Моисей проведет черту там, где находится народ. Вот с этой стороны. Нет, тут написано, со всех сторон проведи черту. И спереди, и сзади, и справа, и слева. Со всех сторон проведи черту. И чтобы народ знал. До черты можно, а за черту нельзя. Братья и сестры, и так же сегодня. То я не хочу вдаваться в это время, в это место. Там даже, знаете, кто-то мог бы сказать, ну, а почему он проводит черту? А что, я не могу провести черту? Я тоже могу провести черту. А почему ты здесь проводишь? Советников было. А ну, возьми ниже, а ну, возьми выше. А ну, две черты проведи, шире проведи. А я не согласен, чтобы здесь черту провели. А я согласен, чтобы тут, знаете, как у нас сегодня много есть советников. Что бы мы ни делали, столько голов, говорят, столько и советов. И Господь говорит Моисею, он зашел на гору к Господу, за черту вот ту. Только Моисеев зашел. И Господь ему что говорит? Снова сойди назад. И еще раз предупреди. Чтобы они не переходили за черту. Господи, я уже им сказал это. Я уже предупредил их. Господь говорит, еще раз сойди и еще раз предупреди. Братья и сестры. Я не знаю, сколько в наших собраниях Господь нас предупреждал. Меня лично. Сколько нас всех Господь предупреждал. И бывает, мы уже выслушали проповеди эту. Мы выслушали обличение или наставление. И потом встает брат и еще раз об этом говорит. Ну, почему? И часто мы задаем вопрос, может, кому-то уже стало. Ну, зачем? Уже раз сказали. Господь говорит Моисею. И Моисею говорит, Господи, я уже им предупредил. Господь говорит, еще раз сойди и еще раз скажи, чтобы они не переходили за эту черту. Братья и сестры, а теперь возьмем расстояние. Я не знаю, какая это черта была. Сколько там инчил? Один, два. Вот до черты можно, а два инча нельзя дальше. Вот почему, братья и сестры, сегодня христиане не делают большой разницы между церковью и миром. Совсем рядом. Вот до черты можно, а после этого нельзя. И Господь говорит, кто протянется рукою, прикоснется горе, будет побить камнями или поражен стрелою. То есть, закончил свою жизнь. Он перешел это. И, братья и сестры, для молодых и для среднего возраста, для детей и для старших, Господь говорит нам сегодня, что можно, что нельзя. И мы слышим в наших собраниях, брат говорил предо мной, что позволяют сегодня христиане. Братья и сестры, я слушаю, и часто мы способны отнести к другому. Вот, а я помню, это он такой, а вот это она такая. А я. Вот каждый из нас должен проверить себя. Вот в каком положении я нахожусь. А вот где я нахожусь сейчас? Для меня, кажется, неправильном месте черту провели. Но ее надо еще чуть поправить. Или перенести на метр, на фит выше или ниже. Что-то больше позволить. А почему там с этой стороны провели черту выше, а с этой стороны ниже? Знаете, а почему та и церковь такую провела черту, а та и такую провела черту? Братья и сестры, мы не будем за это отвечать, кто где и как провел. Мы будем отвечать за то, что Господь нам, мне лично поручил. Где я нахожусь, в своем доме? Или в церкви на служение? Или в каком-то отделе церковном служении? Вот Господь, Господь поручает каждому из нас. И вы знаете, мне вспоминается, все вспоминается нашего брата Маковея, которого нет, Григория. Мы не раз имели встречу и беседу с ним, когда он еще жил. Он всю жизнь был на служении, и часто мы приходили к нему пока в некоторых вопросах. Как вы посоветуете, что вы скажете? Знаете, братья и сестры, это нелегко. Сегодня решать судьбы или вопросы личные. Это тяжело. И чувствуя ответственность, вот кажется, вот так надо решить. Мы прошли к брату. Брат, а что выше посоветовать? А можем и неправильно. Это пятно будет на всю жизнь. А вот как мы должны сделать? Чтобы и Слово Божие не нарушить, и человека чрезмерно не предать унижению и оскорблению. Знаете, братья и сестры, это, как я говорил не раз, ни одну ночь не поспишь. Прежде не жили какое-то объявление сделать или какое-то решение. Кто-то говорит, да, там они направо налево. Братья и сестры, это не так. И мы подошли, как обычно мы приходили не раз к нему. Брат, а что вы нам посоветуете? И он всегда говорил, это тяжело. Но если вас Господь поставил на служение, то Он вам даст чувства такие. Я понимаю, это действительно так. Вот чувствуешь, вот здесь надо провести эту черту. Вот здесь именно, в этом положении. И надо потом отвечать на вопрос, а почему ты здесь провел? Ну вот такое чувство, здесь ее надо провести, эту черту. И сказать народу, вот до черты это можно, а после черты это нельзя. И братья и сестры провели черту. Не Господь ее проводил, эту черту. Это проводили мужья, которых уполномочил Моисей. И они просто люди проводили черту, но там было око Господне. Господь давал каждому на сердце, где ее провести. И до черты Господь утвердил этот знак. Каждому Господь давал. Вот до черты можно было, а после черты нельзя. Знаете, я думал об этом. Это ж сколько людей, не знаю, может, сотни людей ее проводили. Это с разных сторон провели. И сегодня, братья и сестры, мы после этого служения пойдем домой. Завтра начинается рабочий день или день учебы. Дай нам Божьи силы, братья и сестры, чтобы знать, куда можно пройти, а где нельзя. В наших отношениях, в наших словах. Вот, братья и сестры, говорил, народ израильский на Бога и на Моисея. И все, перешел. Не надо было это делать. Детки, Господь говорит, чтобы на отца и мать не повышали голоса, не кричали. А если мы это делаем? А Господь говорит, это уже за пределами этого. А там уже наказание идет. Наказание от Господа. И как часто, братья и сестры, некоторые, особенно в это время христиане, не видят разницы. Или не замечают этой черты. Самое хуже. Почему столько погибели? Почему столько сегодня разрушенных семей? Потому что переходят за это. И говорят, я не обращаю внимания, это люди провели. Да, Бог не проводил черту. Это люди проводили. Но Бог им поручил это сделать. Бог поручил сделать, провести черту для народа вокруг, со всех сторон этой горы. А я не знаю, а может они проводили и не один месяц, и не день. Я не знаю. То Божье Слово не говорит об этом. Это же один мой, не знаю, сколько километров этой черты надо было. Это может даже сотни километров этой черты. И Господь утвердил это. Человек мог бы зайти с другой стороны, с третьей, сзаду. О, там нет черты. Прошел. Но со всех сторон. И сегодня ответственность служителей пред Господом, пред церковью, чтобы указывать, вот сюда можно, а туда не. Если, братья и сестры, кто-то ведет черту, а потом надоело. Положил этот мел, пошел отдыхать. А другого поставили дальше. И вот нет. Кто будет за это отвечать? Тот, который должен был провести. Братья, тот, который должен был провести черту эту. Тот, который должен сказать, показать, знать подать. Знак подать. И посему, да поможет нам Господь, братья и сестры. Сегодня некоторые не видят черты, когда берут в руки компьютер. Не видят черты. Я не раз слышал от некоторых. Брат Виктор, я работаю с компьютером. Мне нужна необходимая работа. Но я ни разу не нажал, ни разу не нажал ненужной кнопки. Ни разу не вошел ни в нужное место. Мне приятно было слышать. Говорит, но это нелегко. Но я знаю, что мне туда нельзя. Он знает черту, он видит это. И он говорит, я ни разу не нашел туда, не зашел туда. А сегодня, а сегодня, может, многие не замечают этой черты. И может идти, как люди этого мира. И говорит, я не зашел ни в нужное место. В магазины можно заходить, но в некоторые места. Христианам нельзя заходить. Там есть черта. В такой клуб нельзя заходить. А некоторые не видят этого. Братья и сестры, это в разных сферах. И мы завтра пойдем по наших работах. Братья и сестры, для нас, христиан, мы должны знать, что мы должны сделать, а что нет. При нашей молитве, братья и сестры, конечно, это во всех сферах. Это в одежде, это в прическе, это в нашем поведении. При нашей молитве, мы будем молиться, уже время нам молиться. Хотел бы привести один, два примера даже. Один пример, который и здесь вы слышали с этого места, с кафедры. Когда один брат говорил, приехали они, мне кажется, в Чикаго. Он приехал к своему знакомому. И когда встретили его в аэропорту, брат едет домой, и жена звонит, говорит, слушай, сойди там в польский магазин и купи там то, 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 то. И он пошел и говорит, и еще спирту купи там для лечения. И он пришел там, взял, говорит, слушай, меня здесь все знают, а тебя не знают. Возьми бутылочку спирта, заплати там этот. Вы слышали об этом? Я тоже слышал. Брат с этого места говорил. И говорит, ну я только приехал, никто мне там в моих местах меня знает, а здесь, ну вроде и для хорошего дела, и для того, чтобы там выпивать, для какой-то настойки или чего там надо было взять. Но самодействуя, братья и сестры. И вот они подошли к кассирше, и там что взяли, дают, и потом эту бутылочку поставили, и она говорит, а вы можете такую взять эту бутылочку и его здесь провести? Она говорит, ну проведите, я не могу, а вы можете ее взять и вот такую здесь провести? И когда он услышал это, говорит, она простая, простая христианка, а я пастырь. И она не рискует брать и провести. И вроде может это делать. И говорит, мне так было стыдно, так тяжело. Она знает. И там нелегко было. Это ж не только ему первому надо было сказать. Это надо было сказать всем, которые покупали это. Каждому сказать, проведите вот здесь. Я в руки не хочу это взять. Нет, я не то, что употреблять это буду, или что-то. Это вы берете, вы отвечаете за это. Я просто продаю. Кажется, братья и сестры, я так смотрю, я, знаете, тот брат поехал уже. Я не хочу говорить, кто он был. Я думаю, что многие знают. Я после этого так думал. Как нужно бодроствовать в этой жизни? Как нужно бодроствовать? Стоит сестра на кассе, и она знает. Вот картошечку может провести, помидорчик может провести, баночку какого-то компота, или какой-то рыбы. А вот это просит. Говорит, вы сами это сделайте. Я не могу. Я христианка. Братья и сестры, да поможет нам Господь, чтобы мы знали, что мы можем. Дорогие дети, дорогая молодежь, дорогие христиане, дорогие отцы и матери, в наших разговорах, в наших домах, с нашими женами, с нашими мужьями, с нашими родителями, с нашими детьми, чтобы мы всегда видели эту черту. Вот где мы можем. Часто говорят, я не сдержался, я там вышел из себя. Братья и сестры, это не ответ. Для христианина, который 10-20 лет, христиан, говорит, я не сдержался, я вышел из себя, я перешел эту черту, а там только шаг ступил, а там уже смерть. И посему, братья и сестры, да поможет нам Господь сегодня. Я смотрю, почему много, много семей сегодня рушится, почему много плача, как Божье Слово, братья говорит, жертвенник обливают жены, жертвенник, потому что оскорбленные, обиженные, униженные. За все это нужно будет дать отчет, сестры, за все нужно будет дать отчет. Когда мы переходим к черту, мы можем оправдать свои действия. Вот, меня довели до этого, а вот, а почему, а я не согласен, как я говорил с этим, который проводил, а я не согласен с тем, но черта проведенная. И мы, христиане, должны знать, вот сюда можно, а дальше нельзя. Мы есть христиане. Но я, братья и сестры, понимаю и знаю и уверен, что если Дух Святой живет в нас, то мы знаем, куда можно, а куда нельзя. Господь говорит к нам. Если мы вникаем в Божье Слово, если кто-то нам, как бы, говорит что-то сделать, но оно нас сразу говорит нам, это мне нельзя. Другим можно, а мне этого нельзя. Я еще другой пример хотел привести, но уже где-то вышел он из памяти. Братья и сестры, помолимся, попросим благословения Господнего, чтобы наша жизнь была благословенной. Нужно бодрствовать. И нужно не переходить черты. Там Божье Слово говорит, как которую провели отцы, которые, вот, отец дал такое завещание для своих детей. Дети, вот здесь черта, это не переходите. И они во всем слушали то, что говорил им отец. И Господь взял с этого пример, призвал их, и говорит, возьмите пример с этих людей, сыновь и надава сына Рихауа. Как отец им сказал, они так исполняют. Да поможет нам Господь. Братья и сестры, такое чувство, какое-то, что приближение дня Господнего. И хотел бы, чтобы каждый поправил свою жизнь. Чтобы каждый не переходил то, что говорит Священное Писание, Слово Божье. А где мы перешли покаяться, пока не пришла смерть, и пока не пришла погибель. Пока мы в жизни своей не несем за то, что мы что-то нарушили. Да будет Божья милость над нами. Завтра начинается день. Рабочий день. День учебы. День повседневной нашей жизни. Брат, сестра, дай Господь нам мудрости, чтобы не только носили имя, не только назывались, но были Божьими детьми и были под Божьей охраной. Потому что за чертой Божьей охраны нет. За этой чертой нет Божьей ограды. Там летит стрела, там летит камень. А до черты Божья милость и Божья ограда. Склоним колени, помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!